Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о карме. Под нашими роликами с аутизмом можно встретить комментарии, типа, нельзя выводить детей из страданий, их родителей, надо обязательно, чтобы они домучились, допрожили карму, потому что это наказание Господнее, всякая такая чушь религиозная, которая очень часто сквозит. И иногда кажется, о люди ли это пишут. Но в нашем обществе принято бояться каких-то последствий, которые еще не наступили, но которые могут наступить, наверное, и что божественно надо действительно отстрадать. Вообще общество привыкло к страданиям и считает это нормой. Так что же такое карма? Мне вообще само слово, это не нравится, оно неправильное слово, я бы это назвала неосознаваемый сценарий жизни. Вот это я называю кармой. То есть, грубо говоря, у человека в прошлом было много сюжетов. И очень много раз, когда душа говорила, о, вот это неплохо прожить на себе, а это было бы классно прочувствовать, а это, а это, а это. И вот в какой-то момент наступает следующее формирование, следующий сценарий жизни. И пока душа сама новой не выбирает, из старого подкачиваются автоматические пожелания. И оно примерно так и происходит. Кармический сценарий – это автоматически сформированный сценарий. Это, грубо говоря, вы пришли в кинотеатр, и вы не знаете, какой фильм вам будет демонстрироваться. И он начинает демонстрироваться. И во время этого фильма вы опять-таки проживаете какие-то впечатления, и эти впечатления приводят к каким-то решениям, и на основании этих решений будет сформирован автоматически следующий сценарий. Вот так формируется карма из жизни в жизнь. И поэтому, когда говорят, чтобы человек домучивался, если вам не нравится фильм, который вы смотрите, встаньте и уйдите, или попросите поставить новый, да, чтобы вам заменили, если у вас индивидуальный показ. А в данном случае мы говорим об индивидуальном показе, и вы имеете право, никто вас не лишал этого права, заменить полностью сценарий. Поэтому, когда мы меняем сценарий, например, у ребенка, выводя его из ауто и прописывая на будущее семью, детей и так далее, я считаю, что мы делаем полезное дело, нужное дело. И более того, я считаю, что любой человек, развивающийся человек, если у него уже включен механизм осознанности, даже если он включен через боль, но он уже включен, но он уже предполагается, что он есть, то человек должен учиться каким-то образом составлять свой сценарий сам. И вот с того момента, когда человек начинает действительно сам осознанно выстраивать новую жизнь, сам осознанно задавать те ситуации, которые он хочет прожить, сыграть, прочувствовать, получить удовольствие от них, это начинается совсем другая игра. И эта игра уже не в страдания, эта игра уже в любовь и радость. И на сегодняшний день вот эта игра в любовь и радость, она становится основной, потому что следующий шаг в развитии человечества – это раскрыть свои творческие способности. И действительно, те люди, которые сделают этот шаг, действительно, те люди, которые раскроют в себе творца, они будут играть дальше, они пойдут вперед, потому что впереди действительно, исходя из развития, предполагается не кармический сценарий, а развитие творческих способностей осознанно, то есть когда человек сам берет ответственность за свою жизнь на себя. И тогда он не спрашивает у души, чего хочет моя душа, как она хочет развиваться, ведь это вынос ответственности. Каково мое предназначение? Что мне предназначено? Кем предназначено? Вами же самими предназначено и не осознается. Поэтому идет готовый сценарий. А если вы осознаете, что вы здесь и сейчас берете ответственность за свою жизнь на себя, здесь и сейчас готовы в себе открывать Бога, то тогда у вас место предназначения будет то, что вы выбираете осознанно. И тогда вам не надо будет писать вот эти дурные комментарии, чтобы дети мучились. И не надо будет писать нам вопросы, типа скажите, чем мне в жизни заниматься. Это тоже вынос ответственности. Скажите, чего хочет моя душа? Твоя душа хочет, чтобы ты играл как человек осознанный, чтобы ты хотя бы на минуту взял ответственность за свою жизнь на себя. И тогда в жизни все будет просто супер.